а добрый день с вами сегодня я хочу сегодня показать свой инструмент который я беру на рыбалку на младневную и многодневную и тот инструмент который присутствует со мной ежедневно рядом со мной вот на столе лежит лежат ножи это самый в общем то необходимый интерьер который необходимо на рыбалке это ну начну с этого края что находится здесь здесь находится у меня такой инструмент как лопатка когда выезжаю на рыбалку если конечно каждый из нас берет свою нажилку мы если вдруг рыба хочет не клюет на вашу нажилку и берешь на местного червя то это лопаточка очень удобно она компактно она остро я ее наточил купил я ее в хостоварах она недорогая складывается очень удобно показываю магнит ее берет это постоянно ржавеющая сталь за ней надо ухаживать чтобы потом она высушить после рыбалки если она мокрая помыть ее хорошо есть такой чехолчик в него она вкладывается очень удобно компактно можно повесить на пояс можно положить с собой рюкзачок вот это такая лопаточка есть у меня каждый рыбак ну не знаю как каждый но во всяком случае многие рыбаки возят с собой бинокуляры вот такой бинокуляр подаю мне мой друг на день рождения его функциональные обязанности 10 на 13 на 25 бушер не знаю бушер это не бушер может это китай есть такая тряпочка вытирать стеклышки если за пакет или дождик пойдет там попала капелька воды очень удобная вещь скажу ребята если на летней рыбалке пользу еще не так часто обычно смотришь что там рядом или на противоположном берегу реки находится и ловит какую рыбу то зимой очень удобно тот он был нашел рыбу сразу видно и в этом плане бинокуляр незаменимая вещь вот такой бинокулярчик есть потом дальше мне такой идет нож но но скажу честно это китайская подделка аппенера деревянная ручка вот чем мы берем такой нож и куда его беру я такой нож беру на море когда ловлю морскую рыбу когда если вдруг он падает с лодки в воду то он соответственно не тонет за счет колодочки очень удобный острый рожавеющая сталь тоже всем 8 наверное вот этот ножик я беру на море вот эти вот три ножа у меня есть первый второй и третий покажу всех по очереди вот этот нож для раздевки рыбы если выезжаем на 3-4 дня мы на природу куда-то называется бальцер немецкий вроде нож на нитек берет это рожавеющая сталь очень удобный ножичек для разделки рыбы филейный нож я так особо не затачиваю чтобы бриться но как говорится острый рабочий толщина металла его я могу сказать он тонкий нож 1 миллиметр то есть практически очень тоненький удобный разделывать рыбку филешку также помимо этого ножа под филе рыбы разделки рыбы у меня есть еще такой бальцер но двухсистемный то есть есть отдельная рукоятка отдельно есть два лезвия одно длинное для большой рыбы это карф или допустим там большой судак или толстовок одно маленькое в эту рукояточку очень удобно менять лезвие вот оно ставится вот таким макаром вот здесь квадратик есть такой попадаешь его и фиксатором фиксируешь закрываешь тоже очень хороший филейный ножичек для разделки рыбы вот так же сама если вдруг рыба является побольше чем карась допустим может быть короб или толстовок или судак большой есть такой второй лезвие который идет с пилочкой непосредственно можно было ребра косточки там спилить вот нож длинный гораздо длиннее чем тот тоже острый удобный вот такие два ножа у меня пошли оба немецкие оба пальца и при этом ржавеющая сталь сталь ржавеет магнит берет мне больше нравятся рожи у 78 нормальная сталь я с ними уже работаю больше 20 лет с с ножами с такого металла я доволен гвозди рубать мне не надо да и ни к чему такими ножами а с рыбой они справляются отлично вот эти два филейные ножа которые вам показал вот это я беру непосредственно на рыбалку когда выезжаем на долгую поездку чем я режу колбасу и продукты которые на рыбалку вот непосредственно у меня есть такой ножичек купил я его давно лет 15 назад в охотничьем магазине когда очень тогда было чей это ножик я не знаю тут какой то есть значок но этот нож прошел со мной практически по жизни очень много он поедал и рыбы мясо на охоте вот практически самый был любимый мой нож это можно порезать хлебушек нарезать колбаски почистить картошечку небольшой удобный надежный проверенный все ножи конечно у меня я уже говорю что они ржавеют поэтому каждый раз их надо вытирать ножи вот эти проработали у меня уже больше 10 лет этот вообще лет 20 вот этот ножичек у меня уже год года четыре работает со мной на море вчера я купил еще один нож купил вот такой тисачок можно сказать тоже он ржавейка купил его за 15 гривен в магазине все по пять или по три китайский но чем он не очень понравился хорошая пружинистая сталь острый недостаточно хотя его даже не затрачивал еще но и вы сами видите как он режет может немножко разве что довести до чего я взял такой тисачок тисачок я взял потому что я столкнулся с такими проблемами когда попадается большая рыба и хочется сварить уху либо поджарить ее надо разделать конечно эти ножи очень удобно его сделал но работать по кости филейными ножами у меня просто сердце кровью вливается брать с собой топор или тисак тоже не всегда хочется потому что он занимает много места это одно и плюс еще то что он тяжелее чем этот клиночек в два-три раза толщина этого ножа я вам скажу такая же видно до полтора миллиметра это чуть толще но отрубить хвост карпу плавники или голову большой рыбы тому же толстолобу крупному по крупной рыбе им очень удобно дело в том что практически я его купил только для таких дел может быть даже где-то когда готовить большой на большой стол если большая компания и придется где-то работать с овощами он тоже тоже очень удобно кстати вчера проверял его резать сыр и брынзу режет очень тонко как ни один нож из моих ножей не может разрезать обычно ножи застревают в таком продукте либо ломается тот же сыр либо брынза когда режешь либо прилипает к ножу вот этот нож показал достаточно хорошую характеристику мне очень понравился и ударной ситуации вот еще бумажечка которая шла я буду брать его на охоту на рыбалку для того чтобы можно было использовать его по назначению то что я вам говорил вот что вот этот ножичек это может викторинокс вот всем известная фирма этот нож на протяжении уже тоже лет двадцать он со мной он присутствует у меня в каждодневном моих выходе в город то есть неважно куда еду на базар или иду я в город по каким-то своим делам он у меня висит всегда на поясе этот нож не раз меня выручал таких сказать в деликатных вопросах могу привести один из примеров даже когда я с семьей выехал отдыхать на море на машине и мы поставили все автомобили желающие пойти покупаться на стоянку на закрытую стоянку ну сорож был человек видно любитель выпить закрыл это все шло в бал на замок и ушел где-то себе отдыхать после того как мы покупались мы пришли на за машинами все выстроилась очередь и забрать не можем своих свой транспорт только по одной причине что висит замок амбарный на цепи и машину взять и выехать невозможно и вот тогда выручила меня вот эта вот пилочка нас было человек 30 с детьми и женами я перепилил вот эта пилочка викторинокс не поверите поверите не знаю насколько я году правду вот этой пилочкой викторинокс я перепилил замок китайского образца вот и мы взяли свои машины и все уехали поэтому вот это один из таких случаев очень много раз выручала меня шила с отверстием которое непосредственно происходили такие казусы что необходимо было иголка с ниткой нитка была находили а иголку нет вот она место иголки очень выручала вот эта вещь на рыбалке меня выручает когда затягиваешь леску на крючках петли делаешь то есть непосредственно взял петлю накинул с лески и затянул ножичек удобный комфортный и достаточно я очень доволен какой из инструментов я беру на рыбалку конечно беру мультилы вот такой простой никакой не навороченный это мне тоже подарили друзья на рыбалку факт то что здесь присутствует плоскогубцы потому что силу этого арсенала у меня его нет очень компактно и непосредственно головочки всякие которые можно если вдруг у тебя происходит такая ситуация как у меня произошла отвинтилась на катушке винтики то всегда можно взять отверточку либо головочку закрутить вот такой идет в наборе с ним но вы наверное уже знаете такие не первый год продают магазинах но я вам скажу честно очень практично если вдруг разогнулся крючок это надо либо демонтировать снасть отрезать из вешать другой крючок либо взять просто плоскогубцы и непосредственно поставил согнуть его обратно в этом отношении плоскогубцы просто незаменимая вещь катушки все вы знаете что тоже наших непосредственно винтики гаечки болтики и если мы не имеем такого комплекта на рыбалке то рыбалка превращается в расстроенные чувства и соответственно потом не получаешь такого удовольствия поэтому такая мелочь как вот такой ножичек если вдруг он у тебя находится рядом если даже у меня даже был такой один раз вариант когда я поехал испробовать свои снасти и воблеры и щука заглотила глубоко так я вот честно вам скажу я плоскогубцами вытаскал потому что я не взял с собой других инструментов для того чтобы это делать сделать и пришлось мне использовать так что он меня уже выручил два раза вот такой инструмент которым я пользуюсь который я хотел вам сегодня показать и рассказать ну у меня все с вами был вектор короткий